На кадрах вы видите затопленные территории Благовещенской. Во время шторма века привезло к очень печальным последствиям. Как здесь переломало. Надо потихонечку сворачиваться и убегать. Картинка, которая вызывает шок и ужас. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас из Благовещенской. Сейчас вы наблюдаете парковку перед центральным пляжем. Здесь уровень воды очень-очень большой. Затопило все. Вокруг нас части разрушенных сооружений, которые были на пляже. Их все поприбивало в эту сторону. Затоплены базы туда-дальше по побережью. Такая трагичная ситуация. Вместе строительство будущей новой Анапы происходит. Надо, чтобы архитекторы учитывали вот эти вот особенности. Что строить на побережье очень сложно. Но, наверное, можно. Малахит стоит, кстати, сухой. А от него уже начинается зона подтопления. Картинка как из фильмов ужасов. С той стороны, вот как раз таки то, о чем я говорил. Это разбитые домики по всей акватории этого озера. Там я вижу перевернутое все, что было раньше на пляже. Прибило тоже сюда. Даже за дюны в эти протоки зашло. Наблюдаем, что на пляже ведутся работы. Масштаб трагедии, конечно, просто печальный. Воды очень много пришло. Нам сегодня предоставили видео мониторинга пляжей. Разрушений, чтобы было видно сверху, какие подтопления. Воды было сантиметров на 40 больше. Вот это видно по дюнам. Также базу отдыха, которые туда дальше подтоплены, также было воды гораздо больше. Сейчас уже она сошла. И мы видим уже с вами последствия подтопления спустя два дня, ребят. Там, где есть прорехи в дюнах, туда вода и зашла. Вот вам и защита дюнного пояса. Надо делать, чтобы везде было именно дюна. А переходы уже через мосты. Как это сделал Малахит. И у них воды, в принципе, нет. Масштаб всей трагедии, разрушений проще всего увидеть сверху. И мы сейчас видим центральный пляж. Конечно, с земли мы обойдем все эти строения. Я вам покажу поближе, насколько это все разрушено и уничтожено. Но отсюда видно, как море заходило через эти протоки в низины, которые образовались. Вот посмотрите, Малахит вокруг себя дюну не разрушал. И его территория сухая. Следующая у нас база называется Сигнал. У нее территория затоплена. Потому что рядышком к ней есть проход к морю, чтобы люди не ходили по настилам. К нами сейчас Ладога. Она полностью сухая. А за ней рассвет. К большому сожалению, как и рассвет, так и русалочка являются подтопленниками. После этих вот событий. Здесь под нами сейчас база частично затонула. Частично сверху уже подняли уровень и построили ее нормально. Далее там сложно понимание, какие базы, как они называются. Но мы видим, как раз таки, куда заходила вода. Там, где нету дюн. Поэтому разговор идет как раз таки о том, как дюнный пояс бережет все эти базы. Да и вообще наше все Черноморское побережье. Но здесь воды немного, хотя база такая заброшена. Никто за территорию не смотрел. Но вот следующие территории. Там есть проезды, проходы. И, пожалуйста, они подтоплены. Вот тут и видим мостки. Через дюны базы абсолютно сухие. Подлетаем уже к Ауруму, который тоже, в принципе, не сносил своей территории. Не делал проходы. И вот показательная территория между Аурумом и предыдущими базами. У них территория подтоплена. Потому что дюны разровняли, сделали подход. И вот видно, как море принесло сюда деревья. У Аурума в этом плане все хорошо. Мостки через дюны. И никаких подтоплений здесь не наблюдаем. Такая ситуация складывалась особенно в начале. Сейчас здесь, в этом месте, где пролетаем побережье, уже выше. Хотя вот здесь непонятно, приходила вода или нет. Или это только песок. Потом на 4К мониторе уже рассмотрим. И сами напишите, что вы увидели. Ну, а в дальнейшем, в принципе, пляжи пережили более-менее хорошо. Все имеется в виду вот эти территории предпляжные. И отсюда очень хорошо видно вся местность, на которой будет строиться в дальнейшем новая Анапа. Говорят, что вот эти базы все будут выкупаться. И на их месте появятся другие отели. Теперь давайте рассмотрим именно берег моря и дюны. Как они выглядят. Как они защищали. Как они пережили. Вот, как раз таки показатель на Аурум. Тут немножко забилась к дюнам сносимая с пляжа утварь. Там разные палки прилетели. Но так как дюны целы, вот этот массив песка задержал воду. Вот здесь вроде бы вода, получается, заходила на территорию. Как раз таки вот видим размыв-подмыв. Потому что люди разровняли дюну, чтобы попроще было проходить. И базы, которые делали мостки, пожалуйста, пережили на сухую. Это половодие наше морское. Также поуничтожало все на пляжах. Тех, кто оставил. Но могу сказать, что в Благовещенской здесь бугор такой побольше. И поэтому сильных разрушений в принципе не должно было быть. Да и убирают с пляжей. В основном все везде полностью. Так как базы отдыха своим скарбом дорожат. И не хотят, чтобы его разрушало. Подлетаем к тому месту, где находится АК. База, если не ошибаюсь, с левой стороны. И здесь домик рыбаков на берегу. И вы видите, как здесь за счет того, что нету дюн, заходила сюда вода. Вот этот проезд к рыбакам на берег моря полностью. Все, территории подтоплены. И получается базы, которые себе не делали прорывы в дюнах. Они подтонули как раз таки вот из этого широкого протока. Ну а здесь уже ровняли. И видим, как в эти места, которые были разровнены, заходила как раз таки вода морская с нагонной волной. Говорят, что шторма будет в дальнейшем только больше, сильнее. И масштаб трагедии может становиться тоже сопоставимо больше. Сегодня у нас идет очень сильный ветер на берегу моря. Паривы достигает 22-23 метров в секунду. Дождь, но таких уже разрушений, как было в прошлый раз, уже нету. Хотя немножечко дюны подмывают за счет того, что берег подъезьяло. Мы с вами завтра тоже осмотрим все наши пляжи. И посмотрим, какие еще у нас изменения в береговой линии есть. Сейчас наблюдайте Витязевскую косу. Здесь мы видим, что тоже там, где дороги, где ездили машины, раскатывали, стоит вода. Это говорит о том, что сквозь дюны море и туда просачивалось. Опять-таки, виновен человек просто не тем, что делал проход, а тем, что ездил на своих машинах. Это к тому, что люди говорят, с чем мы там вретим. Вот, пожалуйста, ваши колеса, размытие, уничтожение дюнного пояса. Лишь бы вы могли поближе подъехать к берегу моря. Ну и еще немножко объектов, которые стоят на берегу. Мы, повторяюсь, между ними сейчас пройдем и все увидите своими глазами. Получите эмоции, те, которые я испытывал, находясь непосредственно на самом берегу. Возвращаясь к базам, решил увидеть вам как раз-таки, как выглядят подтопленные территории. Да и для мониторинга побережья, я думаю, это будет важно, чтобы понимание масштаба бедствия было гораздо более глобальное. Вы видите, то, что здесь происходит, это, к большому сожалению, трагедия для тех предпринимателей, которые занимаются этим бизнесом. Но надо делать укрепление дюнного пояса, то есть увеличение дюн. Какие-то ставить заборчики, чтобы на них дюны приходили и увеличивались. Также сажать деревья, чтобы они были выше и защищали вас непосредственно от этих волн затоплений и подтоплений. Такая вот ситуация сложилась на этих базах и тому, что это действительно очень тяжело. Что каждый год у нас какой-то катаклизм практически происходит. То просто от дождей, то, пожалуйста, море вышло из берегов. Ну, во всем виноват человек. Ливневые системы, защита от морской предвежной линии дюнами. Ну, и сама Благовещенская в скором времени изменится до неузнаваемости. Мы увидим с вами новую анапу. ХРАС сегодня объявляет победителя на конкурсе, кто будет разрабатывать проект. Именно того, что мы с вами увидим. Я хочу также поблагодарить Викторию Владимировну Б. за донатище. И Ирина Ивановна П. за донат. Они пожелали удачи. Спасибо большущее. Это на бензинчик, чтобы прекрасно приехать и поснимать в новой локации для вас видео. Всем, кто имеет желание и возможность поддержать канал по номеру 8988-333-7887. Буду вам благодарен от души. Спасибо. Представьте силу стихии. Мы находимся очень далеко от моря. Тут метров 150. И до сюда докатывались волны, какой они были величины. Что вот так вот подмывали и передвигали все эти домики. Нельзя себе это даже представить. Насколько мощная стихия. Все ломало, все сносило. Вот видите, как реки между дюн протекали они. Если были дюны сплошняком, как здесь, то туда вода бы не зашла. Вот Малахит как раз-таки защищен от всех этих подмывов, как и другие базы. Можете посмотреть, Аурум на пролете тоже не пострадал. Здесь все выглядит как спичечные коробочки. Потому что с такой же легкостью их море передвигало. Домик полиции. И тут был проход. Вот то, что от него осталось. Мостки, разбитые стекла. Все здесь. Жутко. Анапу накрыло в данный момент ливнем. Мне только что прислал Александр сообщение. Говорит, ливень такой, что просто жесть. Здесь туалет подсыпало песком, но сам устоял. Посмотрите, где один вагончик. Прям на каком расстоянии от моря. Здесь все перевернуто. Корабль. Зонтики валяются. Все покореживо. Все поломало. Картинка, которая вызывает шок и ужас от происходящего. Это кто-то шел, психовал и разбрасывал это все. Уничтожая на своем пути все творения человеческие. Где-то мы тут вкусняхи кушали в каком-то одном из этих домиков. Три домика. Еще доски. Еще и так же все это вынесло напад. То, что вначале вам показывал. Как иду, и под ногами уходит, как зыбучие пески. Проваливаются ноги. Ох. Жесткая картина на этом пляже. Просто страшно глядеть. Хорошо, что никто не пострадал. Слушайте, смотрите на меня, как туча заходит. Надо потихонечку сворачиваться и убегать. Но хочется до моря еще дойти. Мне искренне жаль пляж Благовеченский. Потому что здесь было уже так все уютно и красиво сделано. Большие пространства. Не было такой загроможденности. Честно, очень нравилось на пляже. Мы сейчас видим просто кучу поломанных построек. По-моему, берег тоже стал немножко ближе. Бескрайние Анапские берега. Очень важно тем, кто будет заниматься строительством новой Анапы, чтобы они учли особенности нашего побережья и не допустили вот такого катаклизма своим постройкам. Не знаю, конечно, как будут вписываться. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот эти базы, которые я вам сверху показал в конце снова Анапы, входят слухи, что их все распродадут, скупят. Как это будет по факту, не знаю. Вы посмотрите, невероятная красота, туч, заката, море. Это все Анапа. Здесь тоже время от времени приходится убегать от моря. Съело очень большое количество песка. Я почему-то в этот раз наблюдаю, что вот сукомы были, там съело побережье. Большую трещь также съело побережье. И здесь тоже съело побережье. То есть приходил шторм, который, знаете, забирающий. Есть те, которые, наоборот, наносят, а этот забирал обратно море. На берегу вы можете увидеть, что торчат какие-то металлические основания. Думаю, что это забивались в сваи, чтобы держать на поверхности навеса. Как здесь переломало навесом, причем металлический. Ну, как могло. Все профиля. Теперь это такая своеобразная конструкция, является памятником этому шторму. Очень много работы предстоит людям по восстановлению. Верим, лучшее и светлое будущее. Как здесь неслись потоки. Я уже между дюн нахожусь. И туда дальше затапливали базы. Снося я, разрушая все на своем пути. Здесь теперь надо производить какой-то тотальный субботник, чтобы привести все это в порядок. Ну, вот уровень воды, как я говорил, сантиметров 40 выше. Можно судить по выброшенным доскам. По дюнах, по пластику. Просто в хлам все разбито, что было оставлено на берегу. Большой вагончик улетел на дюны. Хотелось бы, чтобы такое никогда больше не повторялось. Надеюсь, что видео вам было интересно, полезно и познавательно. Ребята, заслуживает вашего лайка, подписки и репоста. Просто обозреваю наше побережье после штормов. И не хочется, чтобы такое повторялось. Я то, что вижу, это бьет по сердце, ранит душу. Потому что везде страдает наша природа. Страдают наши любимые пляжи. Посмотрим, как будет дальше. Оставайтесь с нами. Не прощаемся. Это YouTube. Смотрите следующий выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова